Теперь давайте следующую задачу. Как нам построить прямую углу? Вот у нас есть прямая... Давайте нарисуем прямую углу. И вот мы хотим построить перпендикуляр. Ну, допустим, она одна точка на этой прямой. И мы хотим провести прямую углу. Привести перпендикуляр. Ну, давайте попробуем действие в таком случае. Кто знает, кто считает, что он знает, как это делать, пусть дает указания, какие делать операции в программе. Но я думаю, что просто пользоваться программой нужно учиться. Поэтому лучше давайте указания. Пользоваться нельзя, потому что много людей. Каждому. Нет, не каждому. Берем центр. Так, еще раз. Значит, она прямая. И точка. И точка. Да, пусть все немножко подумают сначала. Может быть, кто-нибудь еще придумает способ. В прошлом году уже один способ предложить. Как построить... Поставить перпендикуляр. Да, да. Это очень возвышенно называется. Значит, он называется поставить перпендикуляр. Это есть интересный филологический вопрос. Иногда еще раз, если есть одна прямая и точка, то можно опустить перпендикуляр. Да, все правильно. И, начать надеяться, можно его восставить, а можно опустить. Вот, что не очень ясно. То есть, у нас здесь прямая вот такая, а мы его проводим вот там. Все равно опустить. Мы его опускаем, а мы его составляем. Опускаем. Вот, некоторые считают, что он спускает. Поставить это, если есть точки напрямую. То есть, вот этот, но он же составляет. Когда изучают диаметры, то считается, что можно тетрадь вращать, и от этого ничего не нужно меняться. Амбак, ну давайте можно помогать и всем. Вот, вот. Ну а что? Здесь все свои чего. Александр Васильевич, вы так цельно сделаете с помощью программы. Как вы? В применении прямой. Вот у нас есть прямая. Давайте смотрите сюда. Вот у нас есть прямая. Нам надо уже из этой точки поставить перпендикуляр. Я считаю, что нужно поставить еще две точки за этой прямой. Да, пожалуйста. Да. Ну, подождите, сказать, какие именно? Да. Вот у нас через эту точку мы хотим на вас ставить. Нам надо еще на ней сделать доступ без богатых желаний. Вы хотите. Не преизвольные, а так, чтобы они находились на равном расстоянии от этой точки. То есть, взять цель, взять окружность, то есть, привести там был окружность. Я не могу тут быстро. Нам верно провести, построить две точки с разных сторон на равном расстоянии. Правильно? Давай. Вверху очень. Да. А вот если сейчас эту точку двигается, то просто будет двигаться, да? Конечно. Ну давайте сделаем вам больше. Вот. Значит, вот у нас есть две дочки. Вот эти точки уже одно построение потратили. Ну, а нас... Рубль за каждую. Нет, нет. Это зависит от каждого. Вот там вы уже потратите шестую, может, чайку. За шестую, может, усадку. Знаете, я не думаю? Нет. Ребята, на всякий случай, достаточно трех построений. Значит, не отвлекайте людей. Знаете, что трех? Да. Нет, нет, нет. Вы не надо... Прямо точно трех. Какое-то скобидонство. Ну, правда. Значит, если вы посмотрите, когда... Значит, хозяин был в гости больших лиз, я уже кладу шестую ложку сахара, вы не сердитесь. Хозяин отвечает седьмую, но вы засчитали. Вот. Мы не будем считать по старой. Но это был первый. Да. Хорошо. Теперь. Карт, вот хотел бы провести прямых между ними, но это все-таки не то, что В геометре нам бы хорошо построить какую-нибудь точку, чтобы привести прямую, нам надо иметь две точки, чтобы у нас нет такой операции провести прямую между окружностями. Так, ну чего, есть какие-то альтернативные факты? Давайте. Так, и чего, последние две окружности отменяем? Отменяем две окружности или не отменяем? Не отменяем. Эти отменяем. Отменяем. Хорошо. Все постепенно. Последние две окружности отменяем. Я все больше охраняем. Подождите, подождите. Надо сначала отменять две окружности, а мы начали с того, что у нас имеются вот эти самые две точки на равном расстоянии от нашей жизни. Эти вы сохраняли или нет? Здесь все сохраняем. То есть вот мы начали с этой точки. Построили две точки по разной стороне, так? Хорошо. Действуйте. Дальше вот на сайте. Дальше окружность больше радиуса, чем это вот. Да. С каким центром? С центром с очень происчением. Вот здесь вот. Да. Охружность какого-нибудь большего радиуса? Да. Все равно какого? Да. Ну давайте, возьмем какую-нибудь. Вот, например, такого вот. Игра... А, вот так. Сейчас. Подождите, правильно построили окружность? Да. Вы проверяли окружность центром большего радиуса? Что вот здесь? Да. И чего? И далее есть точек пересечения друг большего радиуса? Сейчас, значит. Дальше мы делаем то же самое, но это надо сейчас быстро делать. Мы сделали то же самое с этой точкой. И тем же рекорсом. Да. Получили вот вторую окружность. И чего дальше? И... 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 Вот у нас вот такая картина. А можно за три? А можно за три построения? Дальше мы соединяем вот эти две точки и получаем прямую. Так? Да. Такой у вас было. А можно объяснить, почему эта прямая будет перпендикулярна? Угу. Как объяснить, почему вот эта прямая будет перпендикулярна на нашей истории? То есть построение правильное. Но построение нужно доказательство. Как бы вы объяснили, почему эта будет действительно перпендикулярна? Эээ... Потому что вот эта четырехволик... Паралограмм... Значит, у него... Паралограммы еще не изучаем. Подождите, не надо рисовать слишком много новых картин. Человек, может, не декларироваться. Посмотрите, все эти карлограммы. Это же вам будет паралограмм. Ни-ни-и-ни-ни-ни-и... Вот у нас это и оккупость тоже лучше стереть. Вся виталка, потому что у нас слишком новая картина, и непонятно, куда мы смогли. А это нельзя сделать без неё, будет неправильно. Сделайте её инвентивно. Нажмите «вейт». Без неё всё равно нельзя. Вон у нас были две лучки, которые надо на равном расстоянии. Всё, понимаете. Ты понимаешь, что это не было выяснений? У вас есть имеющиеся явления и нервные партнерские картины? Возвращаемся к группам, чтобы они не было ничего не было сзади. Как и валют? Возвращаемся к группам, как специалий акции, гранат — на этом 01-19-2030, в общем, шестолад, в том числе, гранат. А вот у нас находилось учение про серединный перфертикуляр. Да, серединный перфертикуляр. Как его можно применить? А так, что когда я рисую тебе о крупности, у меня появится серединный перфертикуляр. А эта точка и есть та самая середина. Смотрите, мы берем вот этот, это радиус вот этой окружности. А я стараюсь вот этой окружности. Тогда получается ровно-удовано? Равно-удовина этих двух, и значит она ледит на серединный перфертикуляр. И она тоже ледит на серединный перфертикуляр. Если мы знаем две точки до середины перфертикуляр, мы берем линейку и его прямо проразим, и он будет в серединный перфертикуляр. А мне за 3. За 3 чего? А мы за три взмаха, две прямые и одна окружность. Вы хотите решить ту же самую задачу? Да. Правоставили артикуляр, но меньше, ну, где есть? Да, за три. Ну, давайте. Беру ту. Где мы исходные... Сейчас, точку стирай. Вот у нас здесь одна точка. Да. Я беру любую... Честно, вы ничего не делаете, пока нам явное не скажете. Папа. Что мы делаем? Я ставлю любую точку на плоскости, но не на... Любую точку на плоскости, неважно где, да? На прямой или не на прямой? Не на прямой тоже. Не на прямой? Да, поставим точку на плоскости. Но лучше ее чуть-чуть повыше, чтобы... Не важно, поставим. Нет, если у нее нет, это сквозно. Если у вас взяли любую, значит, у меня будет. Нет, потом мы ее подвинем, но вот, вот, конструкция должна быть правильная. Да. Теперь я беру с моей только что поставленной точкой. Да. И через которую надо проводить... Исходную точку на плоскости, а это мы поставим. И вот, которую я поставил, с центром, которую я поставил радиусом. Ну, и второй штырек я ставлю вот в изначальной точке. То есть вы берете с окружности вот с каким центром? Этим или этим? Сверху. Вот эти, центр, а радиусом на этом расстоянии, да? Да. Вот как это... Вот хорошо. Это вы считаете... Ну, первый штырек. Первый штырек, ну, просто сделаем. Все, сейчас первое действие сделаем. Теперь я беру точку пересечения, вторую. Вторую точку пересечения. И вот эта линия, которая последняя была проводить, та самая прямая, которая нам нужна. Да. Ну, покажите теперь. А потому что ведь это рай, это... Сейчас, еще раз. Кто это? С чего это? Сейчас. У меня получается трибука. Еще раз поставили... Давайте я повторю поостроили, чтобы я понял. Понял. Давайте я проверю, что я рай это помню. Что мы сделали первым? Кто помнит, что мы сделали первым? Ну, нет, кроме вас, что мы сделали? Поставили точку вне прямой. Поставили точку вне прямой. Вот это вот постройку. Да. Дальше мы что сделали? Мы провели окружность. Провели окружность с центром в этой точке. И равную сторону, чтобы она прошла через эту. Получили такую зелененькую окружность. Да. Потом мы поставили точку напрямую. Нашли? Посмотрим, вот эту точку, которая пересечения. Да. Имеем право. И провели... Провели вот эту. Это называется хамус-одианика. То есть, через эту точку и центру провели прямую. Получили другую точку. И эту точку соединили вот с этим. То есть, зеленая, синий, фиолетовая, и красная. Да. Да. Спрашивается теперь, почему-то. Совершенно непонятно. Ну, что у нас там... Давайте ради интереса попробуем подвести эту точку и посмотреть, будет ли меняться. Похоже, что нет. То есть, похоже, что вот, когда мы вылимся улзом, что-то она куда-то управляет. А если она проходит через, то постоянно теряется здесь. Нет. А вот если она все-то сюда... В какой-то момент, там надо демонтировать в программе. Вот. Вот если я ее сюда поставлю, то все будет нормально. Если сюда... А, нет. Просто потому, что какая-то вторая точка, что ли? Да. Понятие второй точки. Просто какая-то точка, как... Ну, хорошо. Давайте на другой взгляд. Мы вернем обратное место. Теперь, Коля, за счет ваш гражданский дом стоит вам объяснить, почему он прямой рукой. Почему он прямой рукой? Да. Вы можете объяснить, почему он прямой рукой. Да. Если я вас там... И еще раз, как раз, вот так рисую, то у меня получается на въезды на треугольник. Если вы нарисуете... Не помню. Что значит, что нужно? Сюда. Да нет. Если я все нарисую, я получу еще точно ту же самую картинку. Нет. Подождите. Но это если мы знаем, что это уже прямой рукой. Если мы не знаем, что прямой рукой, то она ляжет неизвестно как нам. Красный, неизвестный. Я могу. Значит... Нет. Но мы здесь увидим, что она нас отразится. Но мы же не узнаем. Да, да, да. Посмотрим. Вот такой рукой. Сейчас. Что-то я не... Давайте... Поскольку с помощью программы нельзя называть неправильную картину, то давайте нарисуем ее здесь. Слышите. Вот, получается, прямая. Вот была точка. Мы провели... Так, на точку. Затем мы провели окружность. Взяли вторую точку пересечения. Диафель. И провели вот так линию. Ну вот, она на нашей картинке не очень перегулялась. Специально я нарисовала чуть-чуть ниже. Почему же это только прямой? Когда я... А тогда же это то ли? Ольга. Ну... Ну, ребята... Подожди, давайте посмотрим! Ведь если у вас есть не какой-то компон то давайте давайте обним Championships до конца! То есть это с помощью? Ну... Нет, мы можем так вот все это отобразить на вашем. Но в 당ivelyiere что-то плохоеずつ получится. Нет, не так, а нормально. Получится вот такая картиночка. Этот луч может из себя simplesmente найти их существу. Ну, этот вот, это верит в себя. Что? Этот, верит в себя. А селёный нет. То есть нормально, это такое? Нет, это перейдет вот в эту, и у нас получится другой диаметр, другая окружность. Все будет, конечно, другое в этой жизни, и она тоже будет проходить через эту точку, но будет совершенно другим. Это непонятно. Значит, на самом деле я думаю, что это правильный способ, но судя по тому, что на нашей картинке все получилось, но он более экономный, но более научный, и так просто не объяснишь. Просто объяснишь. Я могу катинку рисовать? Не надо рисовать катинку. Сейчас сумма удовлетворяется в 8 раз. Нет, не будет. Нет, вы что, нет, ни за что. Ребята, давайте посмотрим на вот это. Может, предлагается доказаться? Давайте посмотрим на доказательство. Постараемся найти гневмашину. Давайте посмотрим. Когда у нас есть диаметр... Значит, вершина, когда это выходит с тихой самбой, была нарисованной... Это я категорически совмещаю. Почему? Нельзя рисовать боевых. Не объявляю об этом. Это как можно... Сотрите линию на самбой? Как это? Нет. Вы сначала убедите войска, потом убедите войну, потом убедите окружность. Понимаешь? Значит, вот была картина. Да. Вы... Что вы делаете? Вы соединяете... Две церкви окружности. И... И вот... Вы имеете право. Давайте действуйте. Прямая. Да. Вот сейчас закладываем. Закладываем. И что дальше? То есть, у нас что на самом деле? У нас есть два диаметра окружности. Да. Вот есть этот... Через центр проходит вот эта прямая. И проходит вот эта прямая. И проходит вот эта прямая. Да. Имеет право. Время я крашу два треугольника. И торжественно объявляю, что они оборавноведленные. Давайте два треугольника. И они право равноведленные. Потому что радиусы окружности. Да. Треугольники имеем право построить. И заключают, что они равноведленные. Потому что все... Треугольники равны так же само. Это район. Вот. Значит. Ну, собственно, у них вот эти вот желтые углы. Все 4 равны. Еще. Да. Они не только равноведленные. Но они еще равны друг другу. Все 4, да. Сейчас. Подождите. Почему треугольники равны? Потому что эти два уста вратикальной. У них вот эти две стороны это радиусы, а между этими радиусами заключены какие-то углы. И углы ведь одинаковые, а они негитикальные. Значит, вот эти треугольники не только равновесные, но и равны друг другу. Поэтому все четыре угла надо сделать равны. Я не знаю, можно ли нарисовать как эти углы, но так мы запомнили. Теперь готовим цветом, покрашу вот это. Еще треугольники? Нет, вообще нет. Они тоже равновесные? На камере это хуже. Ну, подождите, давайте разберемся не до этого. Нужно доказать. Значит, мы покрасим два других треугольника. Они тоже равновесные. Они тоже равновесные. И вот эти углы четыре. И эти углы четыре тоже равны. Значит, вот у этого четырехугольника все углы равны. У этого четырехугольника. Потому что каждый из них состоит из одного желтого угла. И из одного теоретного угла. Значит, они все по 90. Не значит. Потому что здесь мы хотим использовать аксиома параллельника, который раньше не было. Не понял. Нет, есть такая теорема, которую мы еще не знаем. И которая, на самом деле, в теорете Новочевскому не верна. У него чуть ли не на 100%. То есть мы все выясняем. Потому что мы не знаем. Остальное некоторое место. Прямо нужно своими методами длиной. Постальше мы можем завелять в рамках кликовнике в новой точке. А может быть. Да. Это есть такой метод преподавания, что школьник говорит, а так, что тревогольник, он, правда, бедный. Тогда он учитель встает и говорит, в самом деле, углевой стороны тревогольника – караффин. Но при этом он ничего нового не сказал, абсолютно то же самое. Нет, на самом деле, вы правы, действительно, в этом, потому что я вот это все нарисовал для красоты. Я могу вот это не рисовать, и я могу точно так же сказать, что вот этот равноведленный, и вот этот равноведленный. А поскольку у треугольника сумма углов 180, то вот если вот это какой-то там угол, альфа – это тоже альфа, это какой-то бета, это тоже бета, то, значит, 2 альфа плюс 2 бета – 180, иначе альфа плюс бета – 90. Действительно, если я рисовал только как в Санкт-Петербурге, который мы еще не знаем, который для этой задачи, на самом деле, не нужен. Эта конструкция плоскости Лавачевского будет неправильной, а эта, на котором это останется правильной плоскости Лавачевского. Хорошо.